Более 400 человек, ведущих традиционный образ жизни, а также проживающих в отдаленных сельских поселениях, в прошлом году прошли медицинское обследование в рамках медико-социального проекта «Красный Чум». Этот уникальный проект, цель которого – доступность медицинской помощи для кочевого населения Севера, с 2002 года активно поддерживает нефтяная компания «Лукуэлл». Накануне представители компании, а также медицинское сообщество, администрация округа и общественное движение «ЕСАВЭЙ» собрались, чтобы подвести итоги проекта «Красный Чум» за 2018 год. О чем говорили за круглым столом, расскажет Любовь Пермякова. Переоценить значение проекта «Красный Чум» для жителей Ненецкого округа сложно, ведь в силу специфики местных условий и особенностей кочевого образа жизни, оленеводы оказываются вне зоны действия традиционной системы здравоохранения. У них нет возможности получать помощь, равноценную той, какой оказываются в стационарных участковых больницах и городских клиниках. Компания «Лукуэлл» поддерживает реализацию «Красного Чума» с 2002 года. Проект был возрожден спустя 27 лет после последнего десанта выездных бригад добровольцев. Благодаря тесному взаимодействию с Ассоциацией Ненецкого народа, «ЕСАВЭЙ» и администрации округа, только за последний период с 2008 по 2018 годы медицинское обследование прошло порядка 6,5 тысяч человек. Преимущественно из числа жителей трудодоступных поселков, оленеводы и членов их семей. В состав бригады, которая осуществляет обследование, традиционно входят 11 специалистов. Это педиатр, терапевт, хирург, врачи УЗИ, невролог, офтальмолог и другие. Мы проводим порядка 10 типов исследований. При этом, например, биохимические исследования крови содержат порядка 16 показателей. Дополнительно мы проверяем эндокринную патологию, функцию щитовидной железы, потому что у нас эндемичная зона. И также у нас в связи с традиционным образом жизни мы проверяем здоровье людей на наличие гельминтозов. В среднем проект длится 10 дней. Именно столько команда врачей исследует пациентов. Новейшим оборудованием и медикаментами экспедиция оснащена в полном объеме. В этом году бригада медиков побывала в поселке Харивер. Если говорить в целом о качующем населении, то 104 человека за 10 дней было посмотрено. Всего 411 человек. В целом у нас в расцвете севера где-то порядка 60 человек, или не модом значится, за 10 дней пришло 52 человека. То есть порядка 86% качующего мы посмотрели. В целом по составу населения могу сказать, что к нам пришло порядка 76%, вот 411 человек, то есть от населения. И детей мы посмотрели, 146 детей посмотрели. В целом по поселку 41 ребенок, это дети семьи и не моды. В целом деток посмотрели мы порядка 82%. В ходе проведенной диспансеризации выяснилось, что у пациентов преобладают болезни глаза, страдает эндокринная система, нарушена система кровообращения и костно-мышечный аппарат. Медицинским работникам поселка Харивер были даны рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению населения. Кроме того, в рамках проекта необходимыми медикаментами были обеспечены оленеводческие бригады и методом оказания первой медицинской помощи обучены десятки чумработниц. Напомню, проект «Красный чум» был не раз отмечен экспертами как пример успешного взаимодействия нефтяного бизнеса и органов власти в решении вопроса оказания медицинской помощи оленеводам-кочевникам и жителям отдаленных поселков региона. Также проект получил высокую оценку известного ученого, директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии профессора Леонида Рошаля. Медико-социальный проект «Красный чум» продолжит свою работу и в 2019 году. Место проведения будет определено постоянными организаторами и финансовыми спонсорами проекта администрация НАУ Центральной районной поликлиникой Заполярного района и компания «Лукойл». Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».